Добро пожаловать в похудение для гурманов. Я доктор Ирина Колес. Программа поддерживается сетью супермаркетов Базар в Массачусетсе. Февраль, время любви, Валентайнс Дэй. И совершенно не важно, как мы его будем отмечать, но надо отметить вкус любви. А вкус любви – это всегда шоколад. Будем готовить шоколадные вафли с клубникой, еще подчеркнуть вкус. Значит, мы будем использовать 0% творог. Пожалуйста, не нарушайте это правило. Вот такой вот творог продается в базаре, и я его очень люблю. И на вкус, и по качеству, и по всему. Хорошая компания его делает. Творог. Три яйца. Три яйца. Вафли – очень удобная вообще вещь. Очень быстро делается. Да, вы встали, ничего не надо заранее готовить, ничего не надо придумывать. Нету никаких сложных составляющих, которые нужно там искать и где-то закупать в особых местах. Ничего этого не нужно делать. Все очень-очень просто. Три яйца и творог перемешаем. Как всегда, мы будем использовать, как в большинстве случаев, мы будем использовать овсяную муку, естественно. С каликимическим индексом 40 вместо 85, 90, 80 белой очищенной муки. Но муку я сейчас пока добавлять не буду. Я добавлю другие ингредиенты, пока здесь вот жиденько. Ну, во-первых, соду или порошочек. Четвертую, может быть, часть чайной ложечки. И мы добавим в вафли порошок кероп. Кероп. Он очень похож на какао. Но только стручки эти, они не из какао-дерева, а из рожкового дерева. И он имеет несколько преимуществ. Во-первых, у него сладковатый вкус. Чем у какао как-то самого по себе нету сладкого вкуса. А у короба есть. Кроме того, и поэтому мы не должны ничего добавлять. Мы не должны добавлять фруктозу, как обычно, или какие-то подсластители. Его достаточно для создания небольшого, такого приятного, чуть сладкого вкуса. А много нам и не надо. Вот. И, ну, вот сколько здесь десертная ложка, более чем достаточно. Вторым большим преимуществом керопа является то, что он не содержит кофеин вообще. И также он гораздо реже вызывает аллергию, чем ее вызывает шоколад. У него еще есть много положительных свойств. Но я вот хочу сфокусироваться на этом в свете нашей готовки сегодняшней. мука. Когда вы готовите вафли не с кефиром, как какие-то другие рецепты, а вот с творогом, что я вообще предпочитаю, они как-то гуще, что ли, получаются, то имеет смысл их перемешать с миксером лучше. Потому что, естественно, творог, он имеет такие кусочки, он не такой гомогенный, как сметана или кефир или что-то. Поэтому вот такой миксер хорошо подойдет для сделать эту массу гомогенной. Ну вот, достаточно гомогенности и цвета, и консистенции. Вот такая консистенция у нас получается после того, как мы взбили это миксером. Обычная совершенно вафельница, простая, разогрета до горячей температуры. И теперь перед тем, как мы туда поместим тесто, немножко сбрызнуть спреем, я всегда использую алискового масла, и положить туда тесто. И уменьшить температуру. Когда печем на твороге, то видите, они не такие жидкие, как... Ну, часто мы видим в гостиницах, когда вафельницы там наливают тесто буквально. Здесь нет, здесь оно не будет таким жидким, но будет немножко гуще. Ну, я нахожу это очень интересным. И, в общем-то... Сами вафли, мне кажется, получаются как-то такие потолще, ну, помясист, если можно так сказать. Вот, ну, это всегда целое дело определить, куда, где конец вот этой вот, где граница. Я убираю на... понижаю температуру, чтобы они хорошенечко пропеклись изнутри. Тем временем мы сделаем самое интересное – шоколадный соус. Как топить шоколад? Ну, люди используют иногда микроволновку, всякие разные ходы. Я больше всего люблю водяную баню. Знаете, вот все-таки как-то легко уследить, как это все происходит, и предотвратить шоколад от вот этого, когда он начинает разделяться на масла. Ну, я никогда не встречала вообще человека, который не любит шоколад. Всегда люди предпочитают какой-то вид шоколада. Большинство людей предпочитают, ну, обычный такой темный, молочный шоколад, белый шоколад, который вообще не шоколад на самом деле. И всегда моя рекомендация остается одной и той же. Пожалуйста, выбирайте шоколад больше 75%. Шоколад на самом деле очень полезная вещь. Очень-очень полезная вещь. Я вам очень советую заглянуть на веб-сайт weightdestiny.com и посмотреть книгу электронную. Это 37 страниц цветных, красивых, с огромным исследованием, которым я провела. Глубокое исследование шоколада, истории шоколада, полезных свойств шоколада, использования шоколада, всяких романтических историй и, конечно, рецепты. Поэтому, да, называется она All you need is chocolate. Очень-очень рекомендую, получите удовольствие. Значит, пока у нас это печется, топим шоколад на водяной бане и помешиваем. Валентайнс-дэй – день любви. И иногда начинаются какие-то такие разговоры, что вот ненавижу Валентайнс-дэй, даже фильм такой есть. И в таком духе, что все время идет речь о ком-то, о какой-то второй составляющей этого дня. Но ведь самое главное в вашей жизни – это вы. Это ваше здоровье, ваш внешний вид, ваша уверенность в себе, ваше настроение и вот все эти вещи. Поэтому балуйте себя, балуйте. Но понятие баловства – это понятие растяжимое. Баловать по-настоящему значит баловать хорошими вещами. Пойти в какую-то забегаловку и съесть там пончик неизвестного происхождения – это не баловство, это самоубийство вообще какое-то. выбирайте хорошие вещи, вы того достойны. Кто? Кто, как ни вы сами можете знать, что вы любите, как это приготовить, как выбрать для себя самое-самое лучшее. Ну, а я вам в этом очень рада помочь. Ну, вот шоколад у нас тут почти-почти готов. И вот на этом этапе вообще можно уже выключить, потому что он дотопятся, те кусочки, которые не растопились, они дотопятся, лишь бы он не растекся вот так вот. Окей, давайте посмотрим, что тут у нас происходит. А вот и прекрасно. Уже тем временем у нас почти готово. Ну, дадим еще. Ну, наверное, теперь уже все готово. О, да. О, да. Выключаем. И они такие хрустященькие получаются. Горяченькие. Ой, красота какая. Вафли с порошком Кэрол. Ну, сейчас наступает самая шикарная часть. Вот шоколад как красиво растопился. Идеально совершенно. Ну, и вот, пожалуйста, в эти кубики вафельные входит довольно большое количество шоколада. Но мы не боимся, потому что 75% шоколада просто великолепный. Оглокимический индекс всего 20. Меньше, чем яблоко. Поэтому очень рекомендую вам баловать себя хорошим шоколадом. О, здесь недостаточно. Шоколада всегда недостаточно. Ну, и чтобы окончательно... Ой, и чтобы окончательно сделать это... Красоту навести. Порежем клубнику. И, пожалуйста, ваш завтрак, совершенно чудесный завтрак, вкусный, полезный, мурманский, готов для вас и для всех, кого вы любите. Вы найдете больше видео на wadedestiny.com. Программа поддерживается сетью супермаркетов Базар. До новых встреч, гурманы! Любите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова